Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. В провинции Харберт в Западной Армении обнаружена подземная гробница. Познакомимся с Арцахом, село Харташен. На фоне украинского кризиса Турция стремится создать новую ситуацию в нашем регионе Рубен Сафрастян. 34 года назад, с 27 по 29 февраля в Сумгаите были организованы массовые убийства и массовая депортация армянского населения. Российские миротворцы находятся на постоянной связи с жителями Хараморта и контролируют оперативную обстановку. Вестники весны, аисты уже прибыли в Игдыр. Армянская культура в Араратском царстве. Руины, датируемые возрастом в 1800 лет, относящиеся к римским временам, были найдены в одной из долин Харберт в Западной Армении. Руководитель раскопок профессор Исмей Лайтач рассказал, что в четырехкилометровой долине были обнаружены различные сооружения, в том числе арочные сооружения, называемые катакомбами, где хранили умерших. Были найдены раннехристианские постройки. По словам профессора, в районе, где протекает река Ефрат, со времен Палеолита проживало множество общин. Харташен – село в Гадрудском районе республики Арцах. В настоящее время временно находится под контролем вооруженных сил Азербайджана. Село расположено в юго-восточном части республики. Поселок равнинный имеет площадь 357 гектаров, а из них сельскохозяйственного значения 304 гектара. Единственным историко-культурным памятником общины является кладбище, существующее с 17 века. По последним данным, население общины до войны составляло 90 человек. Население занимается в основном земледелием и скотоводством. В общине был сельский муниципалитет, медпункт, школьники посещали Ухтадзорскую среднюю школу. Тюрколог Рубен Сафрастян сослался на российско-турецкое противостояние за влияние на Южном Кавказе на фоне украинского кризиса. По мнению тюрколога, Турция попытается использовать кризис, исходя из своих интересов в нашем регионе. Турция, ужесточая свою позицию в отношении России, попытается воспрепятствовать ответным действиям России и будет использовать Азербайджан как инструмент, то есть будет оказывать прямое давление на Азербайджан, чтобы он выступил в более активную фазу провокаций как против Армении, так и против российских миротворцев в Арцахе. Правительство Западной Армении напоминает, что Турция стремится пересмотреть соглашения, заключенные после Первой мировой войны. В частности, пересмотр Северского договора ратифицирован на Турции. С 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаид в советском Азербайджане произошли массовые убийства армянского населения. В беседе с Арцахпресс президент общественной организации «Научный центр Качар» доцент Магера Рутюнян отметил, свидетельство очевидцев приводит к мысли, что сумгаидский геноцид был организован властями Азербайджанской ССР с целью устрашения армян и принуждение их к выходу из Арцахской национально-освободительной борьбы. По мнению некоторых аналитиков, геноцид армян планировался в Аскириане, но 22 февраля здесь организовали сопротивление, толпа отступила. Власти Азербайджана выбрали сумгаид. Как известно, сумгаид был построен и стал третьим городом в Азербайджане при активном участии армян. Мы не ошибемся, если будем считать эти зверства началом агрессии Азербайджана против Арцаха. Около 18 тысяч армянских беженцев, спасшихся от массовых убийств, нашли убежище в Армянской ССР, в НКО, а также в других республиках СССР. Ситуация в селе Хараморт в Арцахе спокойная. Поселок продолжает жить своей повседневной жизнью. Напомним, что 16 февраля азербайджанская сторона несколько раз нарушала режим прекращения огня на участке Хараморта КНАП, после чего на следующий день жители села были устно предупреждены о необходимости покинуть этот район. Сотрудники Аскеранского МВД находятся на постоянной связи с жителями Хараморта и следят за оперативной обстановкой. В Игдыре, расположенном в восточной части Западной Армении, температура поднялась до 20 градусов. Игдыр, находящийся на пути миграции птиц, уже принял первых в этом году аистов, пришедших с потеплением. Они уже начали плести свои гнезда. Присутствие аистов, возвещающих о приходе весны, порадовало жителей окрестных селений. Армянская культура формировалась в период племенных союзов. На территории Западной Армении обнаружены многочисленные древние предметы, статуи и украшения. Свидетельствуют о высоком культурном развитии. Ванское царство сыграло важную роль в становлении и развитии древнеармянской культуры. Фрагменты царского бронзового трона хранятся в Британском музее и вермитаже. Являются яркими образцами урардской культуры. Раскопки также обнаружили большое количество высококачественных золотых и серебряных украшений. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!